Несколько уроков, которые проистекают из концепции парцуфима. Парцуфим, которые лихи в кабале, в них есть, я думаю, все концепции это знают, правда? В них есть Ари Хантен и Зей Рантен. Ари Хантен это длинный рик или долготерпеливый, а Зей Рантен это короткий рик или некерпеливый. И Зей Рантен это управление миром на основе добра и зла, преступления и наказания, сделал хорошо получен нагаду, сделал плохо получен наказание. А Ари Хантен это управление миром на основе цели. Есть цель, к которой мы стремимся и поэтому совсем не всегда наши действия адекватны тому, что произошло. И это классический конфликт между ребенком и родителем, что родитель делает то, что нужно и важно для ребенка, а ребенок никак не может понять, почему родитель так несправедливо к нему относится. И заставляет его ходить в школу, которая совершенно ему не хочется и не нужна. И почему-то родитель заставляет его делать разные медицинские процедуры. И почему-то родитель с него чего-то хочет, а ему это совершенно непонятно зачем. И чтобы воспитание шло разумно, родитель должен несколько даже манипулировать и представлять ситуацию для ребенка в возможно более справедливом виде по мнению ребенка. Это не всегда удается. Иногда просто никак невозможно это сделать. Но по возможности родитель стремится, чтобы ребенок, который осматривается своей стороны в виде небольшого отрезка временного, чтобы для него это было все системой правильной. Потому что если он не правильный, то это разрушает самого психику ребенка. Поэтому, чтобы ребенок сохранялся по возможности в своем восприятии, ну и чтобы с точки зрения ребенка ситуация была правильной. Но на самом-то деле родители вовсе не исходят из того, что ребенка нужно награждать за заслуги и наказывать за проступки. Само по себе награда или наказание вовсе не являются целью родителей. Целью родителя является ребенка продвинуть. И поэтому вовсе не наградное наказание причина действий, а причина действий – цель, которая стоит перед родителем, чтобы продвинуть ребенка. И это то же самое соотношение между человеком и Всевышним в процессах, которые происходят в мире. Нам очень хочется, чтобы все было справедливо. Мы, смотря с своей стороны, очень, как бы так сказать, плохо реагируем на то, что кажется нам несправедливостью. И когда в мире что-то не так, мы говорим, ну где же был Бог, как же Бог это допускает, и почему такая несправедливость, и где то, что было все правильно. Потому что мы считаем, что нам важно, нам внутренне, для нашего восприятия, для нашей цельности, чтобы в мире была справедливость. А с божественной точки зрения целью не является справедливость. И целью не является наградитель, и целью не является наказатель. Целью является продвинуть мир, то есть воспитать. Поэтому с точки зрения ребенка суть отношений с родителями это награды и наказания, а с точки зрения родителей суть отношений это воспитание. Это и есть Зейрампель и Алихампель. С точки зрения Зейрампель мир устроен на награде и наказании, то есть на справедливости. С точки зрения Алихампель мир устроен на продвижении их цели, то есть на воспитании. И вот этот разный временной горизонт является причиной жуткого противоречия и взаимного непонимания как между родителями и детьми, так и между человеком и Богом. И вот это восприятие, и вот это восприятие вера, как противоречие между коротким горизонтом и длинным горизонтом, оно тоже очень важно для нашего ощущения мира. Понятно. Так, окей. Теперь еще одно существенную вещь, я вам скажу. Значит, есть соотношение между мужской и женской категорией в мире парцифин, в котором есть два разных типа соотношения. Один тип соотношения это между Аббов и Има, и другой между Зайранпин и Нуква. Аббов и Има, отец и мать, это сферот Хохма и Бина, и они находятся на равном уровне, и они как бы за горизонтом, они порождают мир. Мир. Мир это Зайранпин. Мир это Зайранпин, это шесть сферот от Хессода до Исода, которые шесть в ней творения. То есть Зайранпин это мир естественный. И вот в этом естественном мире эти шесть сферот, они порождаются вот этими Аббов и Има, да, то есть отец и мать. На уровне Аббов и Има, отец и мать, женская и мужская, женский и мужской парцов, находятся в полном равновесии. Они там, никто не выше, никто не ниже. С точки зрения ребенка, восприятие родителей, они оба находятся на одном и том же уровне. Это один из вариантов соотношения мужского и женского. Они на равном уровне и поэтому порождают мироздание вместе. А вот соотношение между Зайранпин и Нуква, то есть между вот этим нетерпеливым ликом и его женой, то есть женской категории, которая молкут, оно неравновесное. Зайранпин находится наверху, а Нуква находится внизу. И влияние идет от Зайранпин и Нуква. Там дальше влияние, взаимовлияние, совместное влияние, но есть некое принципиальное, фундаментальное неравновесие. И поэтому, в отличие от верхних связей, которые всегда постоянны и всегда действуют, нижние связи действуют не всегда. И дают сбой, не проходит как бы свет, есть разрывы и все проблемы. Теперь, проблемы, один из аспектов решения проблем, что категория Нуква, не женская, должна расти наверх, чтобы стать вровень Зайранпин. То есть исправление мира, один из аспектов исправления мира состоит в том, что женщин, женская категория дорастает до мужской. Если мы это спроектируем на социум, то социум исходно устроен так, что мужская категория в социуме доминирует. И процессы развития социума неотделимы от того, что женская категория в социуме растет и пытается стать вровень с мужской категорией. Процесс этот сложный, в ходе этого процесса есть всякие искажения, сломы, неверное понимание, как во всяком таком процессе. Есть, как бы так сказать, перегибы, это неизбежность пути к развитию. Но, тем не менее, глобально воспринимать это позитивно, это довольно сложно, но очень важно. Понимать, что, несмотря на все перегибы, понимать, что, тем не менее, с женской категорией до уровня, кому какого-то традиционно занимает мужская категория, это совершенно необходимая часть мироздания. Это не значит, что должно быть механическое равенство, но в некотором смысле женская категория должна вырасти, иначе мир не будет исправлен, иначе настоящее соединение Зайран-Пененуква полноценного не происходит. Это очень не те реальные следствия, к которым мы совершенно не привыкли. Сейчас я вам расскажу с другой стороны. Это соотношение всегда такое, постоянно. Оно динамически меняется в ходе развития мироздания. Давайте я вам расскажу, такой ДНК, к этому совершенно с другой стороны. Продолжение следует...